родного, да, там, типа, что такое? Да, 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 да. И как бы вот там, типа, на том берегу, типа, нас ждет Господь и все. Откуда такое мышление? Ну, вот реально, это христианская песня, гимн, который мы поем ее на похоронах, на все такое. Откуда к нам пришло это? Потому что хорошая песня? Какая, 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 как, как, если там пропасть, какой переплыть? Перейти, но не переплыть? Какие, послушайте, на самом деле образы, образы мифологии, греческой мифологии, аид, да, это, ну, слово ад, да, аид, то есть, это Бог подземного царства, и река душ, которая, это, то есть, им нужно было перейти, переплыть, к нему нужно было добраться. Была лодка, которая забирала души людей, переплыть в другую сторону. Хорошее, хорошее влияние, мифологии и мифов, которые в христианстве. Ну, смотрите, я просто, чтобы вы понимали, что есть влияние, которое реально нам мешает. Могут, когда церковь, ну, вот так, уже из язычников, решила отрезать себя от иудейской образа поклонения и служения, да, пришли очень много мифических или же греческого положения церковного богослужения. И это проблема. Это проблема. Даже то, что мы понимаем, там, грека жизни, мы там переплывали на другую сторону. Где? На Дитиме Писании. Язычество очень сильно повлияло. И это мешает нам. Поэтому мы думаем, борьба тьмы с Богом, со светом, постоянно эти баталии между Богом и чертями, да, и так далее. Секунду. Каким образом убить их? Какая баталия? Что? Как анекдот, знаете, такой. Приходит женщина к Ребе, говорит, Ребе, у тебя все хорошо с Богом, все в шоколаде. Помолись. У меня дочь умирает. Ей дали две недели жить. Это критически. Он идет, молится, молится, кричит. Она слышит, что он там выходит весь потный, там, полчаса молитвы. И говорит, все, дочь, иди, я боролся с ангелом смерти и забрал у нее карающий меч. Иди, все будет нормально. Через две недели приходит, женщина кричит. Говорит, как это так? Как это возможно? Что это такое? Ты же сказал, что все будет хорошо. Ты молился, ты боролся. И она умерла. Умерла. И он поворачивается и говорит, вот гад. Голыми руками задушил. Вот это как бы анекдот такой, да, вот момент. Но в сущности, мы же там, как бы, моменты, мы же думаем, что вот, все равно зло предали. Имеется в виду, как ты уничтожишь его? Ну, как ты уничтожишь дух? Как? Какая борьба идет? Какими? Руками там, душат друг друга там, бьют ногами. Давайте представим, что происходит. Когда мы говорим, идет борьба. Война идет между светом и тьмою. Ну, давайте, ну, представим, ну, как бы. Правильно, противостаньте. Чем ты противостаешь? Словом, Писанием, то, что Бог сказал. И что противостоял? Тем же словам. Написано. На этом буду стоять. То есть, уже написано. Что, Новый Завет был написан? Новый Завет был написан тогда? Законы, пророки, правильно. Написано. Не искушай Господа Бога твоего. Где оно написано? В Торе. Правильно? В Торе. Не искушай. Как искушали ваши отцы меня. Не искушайте. То есть, в других словах, не испытывайте Бога. Не испытывайте Бога. А в другом месте написано. Испытай меня. Искушай или испытай. В чем разница между искушением и испытанием? В словах. В словах даже. Проверка сердца. Да. С каким-то горем говоришь. Ропотом. То есть, ропот превращается в ропот, который становится искушением, которое мы выдвигаем. А наше испытание Бога – это раскрытие, имеется в виду, как ты, Господь, поведешь меня, так и будет. Испытай меня. Испытай меня. Преступление закона, которое Бог дал нам. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И это повлекло нас неправедным решением. Божий нам тянет к решениям таким умысленно, не зная, что дальше может произойти, рефлексом. Я думаю, что понимание добра и зла, оно живет внутри у каждого человека. И это тонкая грань, к которой мы идем. Мы искупим Иешуа Мессии от греха, то есть выкуп имеем. Разве все перестали грешить? Кто без греха сегодня? Поднимите руку. Кто без греха? Нету? Вот, посмотрите, любого христианина, разве он уничтожил грех? А? Он уничтожен. Грех уничтожен. Именно по понятию того, что был дан выкуп за все человечество. То есть, как бы, это через... Бог смотрит на прощение грехов, невозможно без пролития крови. Но суть-то в чем? Ты должен поверить, что, как и в старые времена, человек, когда приносил жертву, он должен был верить, что при приношении жертвы его грех будет прощен. Как и тогда нужно было верить в прощение через пролитие крови, нужно было получить прощение от грехов. Так, и когда ты приходишь к Богу, к Ишуа, Мессии, то нужно поверить, что его кровь покрыла все твои грехи, и что он является твоим покрывалом и спасением и искуплением. Уничтожен ли грех в мире? Нет. Но понятие, как бы, вот, ну, в этом самом, в иудаизме, что если Мессия не уничтожил грех, это, как бы, одна из позиций, то как это может, ну, как бы, почему Ишуа считает, что он есть Мессия, если грех не уничтожен? Вопрос не в этом. Мы говорим о том, что когда люди приходили к самому Богу, они, принося жертвы, должны были верить, что грехи прощены. Когда ты приходишь к Богу, и нет храма сегодня, нет пролития крови, да, то к кому обратиться? То есть жертва уже принесена раз и навсегда за все человечество. Нужно прийти и усмотреть. Мусульмане читают, Новый Завет читают, они читают за Ишуа, они знают. Евреи знают об Ишуа, знают. Во всех религиях, когда вы коснетесь, все уже знают об Ишуа. Там есть выход. Но они себе и находят другой выход. В своей падшей плоти, которая добро и зло, они тянутся к тому, чтобы найти оправдание, почему я не хочу так поступать. Потому что, приняв Ишуа, ты должен следовать смирению и изменению полной своей жизни по Танаху, по Писанию. И это самое сложное. Многие верующие христиане сегодня даже не верят, существует ли Бог или нет. Верят ли они вообще в Иисуса? Верят, но дела не показывают об этом ничего. Хорошо, но все согрешают, все падают. Но нужна должна быть перемена. Не общий обряд, а целая жизнь, которая должна быть изменена. Понятно, да? Что еще вопросы есть? Смотрите. Смотрите. Человек искуплен. Да, человек искуплен. То есть, не имеется в виду, что каждый человек попадет на небеса. То есть, в рай. Это не имеется в виду. Верят. Да, верят. В любом случае, нужно верить, что Бог отдал Своего Сына Ишуа Мессия в жертву за грех. Если мы принимаем эту жертву, мы получаем прощение грехов. Мы должны верить в это. Как и в старые времена. Нужно было верить. Мы принимаем это прощение, но грех все равно остается. Только какие-то последствия греха бывают. Павел прямо говорит, я не познал грех иначе, как через закон. То есть, может ли сегодня христианин, верующий в Ишуа Мессия, вести праведную жизнь? Может ли? Может. 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 Это выбор каждый дневный. Мы говорили, это агапы, которые внутри нас, в жертву или волевое решение следовать за Богом, не имея корысти, то есть, не имея возврата, получить что-то. Мы уже имеем корыстное положение. Приняв Ишуа Мессию, наши имена уже записаны в книгу жизни, и нам предлагается спасение даром. То есть, как бы, спасение, попасть на небеса даром. Понимаете, да? Теперь, можем ли мы попасть на небеса, ну, как бы сказать, полностью правильно, не греша? Можем. Можем. Нет, без Ишуа нет, но можем. Делами все. То есть, ты принял Ишуа, личным спасителем, ты искуплен и все остальное. Ты принял Ишуа, личным спасителем, все остальное. И теперь, без греха. То есть, имеется в виду, не греша, попасть на небеса. Можно? Можно, да? Можно греша. Да, я хочу, почему я говорю об этом. То есть, все предпосылки для того, чтобы совершать праведную жизнь, они существуют. Вы поняли? Поймите об этом. В старые времена, то есть, во времена Танаха, приношения жертвы, независимо, ты был грешником, был ли ты праведником, был ли ты фарисеем или мытарем, раз в год, за весь Израиль, за весь Израиль, приносилась жертва за грех. Понимаете, да? Праведный ты был, пророком ты был, священником ли ты был, и кем-либо приносился раз в год жертву за грех. На Йом-Кипур, на Йом-Кипур, на Йом-Кипур, да, и за язычников тоже, да. Понятно, да? Жертву за грех. На, 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 а? Не, не, не только за этого. Вопрос, Песах, Песах, это освобождение из Египта, это не была жертва за грех. Понятно, да? Это была свобода, жертва свободы. По этой причине, могу говорить, праведный ты или неправедный, ты мог сразу знать, что за тебя принесена жертва. Жертва за грех. За весь Израиль. Вот, понятно, да? Ишуа умирает за весь Израиль, за весь мир, как жертва, которой мы за грех. Поймите, раз и навсегда-то. Праведный человек, неправедный человек, это покрывалось. Вопрос. Грешили ли люди? Грешили. Помимо всех основной жертвы. Написано, если ты там сделаешь то и то, принеси жертву за такую. Мирная жертва, богоухание, жертва, да? Всесожжение, жертва. То есть, и остальные вещи. Я хочу, чтобы мы четко понимали, что люди, они, приступая закон Божий, они, нарушая его, становятся преступниками. Преступниками. Ишуа взял эту ответственность за весь мир, как овца, или козел, который отпущение, был принесен за весь Израиль, за грех. За грех всего Израиля. Там не спрашивалось, ты загрешил или не загрешил? Ты сделал это или не сделал? Мы это поняли, да? То есть, это картина. Поэтому сегодня грех уничтожен был? Нет. Но именно понятие иудаизма, что Мессия уничтожит грех, уничтожит грех, тогда получается, что тогда весь закон неправильный. Грех не менялся, если бы приносила жертва. Ишуа сделал эту жертву. Теперь нужно было поверить в то, и верить нужно в то, что Он это сделал один раз, собственной кровью, вошел во святая святых и осветил ковчег, ковчег, где Бог принимал жертву за грех. Все остальное происходящее на земле должно идти через покаяние, как и везде. Пускай придет, раскается и принесет там еще остальные жертвы. Но уже нету храма. Нету где приносить. Что делается? В иудаизме очень просто. Мы заменяем это все курицей, которую крутим над головой. И покаяние, то раскаяние и молитвами, которые мы делаем каждый день, три раза в день. Да. 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 Ну? опять же я я я вижу реформы которые проходят в католической церкви и православной церкви я за 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 реформы за реформы где когда первый раз я увидела реформа это греческая греческо-православной церкви когда мой дядя умер и было ну пришли на на службу и отпеть но люди не понимаешь и отпевать это не не имеется что петь эту песню фактически как синагоги идет служение к кантор да поет все молитвы и все таки эти павли то не приняли христи на нагальный образ всего служения воспевать сердцах ваши господа и вот люди там крестится крестное знамение делают я не знаю какие там они на каких словах это не делают как бы это принцип и все но что я не удивило то что я настроен был что будут молиться за спасение души хвостик вы знаете как ну как да ну как бы на слухах которых я слышал что отбивают душу тем типа чтобы пришел никого перечислили в аду то попали на небеса так далее и вдруг я слышу такую такую фразу конце когда уже его ложат дядю гроб опускают и священник говорит и грехи сего человека запечатывается до последнего дня господнего понятно да и мне это дало как бы ну как бы сказать расположение тому что православная церковь не верит в то что после смерти можно выку и ну ну отпеть или что-то сделать чтобы простились ему грехи слава богу это одно из самых сильных таких моментов может быть по-разному да да я и я говорю о реформах которые проходят и грехи имя это обрадовало мне почему никто не не потому что ну я не слышал на самом деле не потому что чтобы типа это мой дядя все такое может я понимаю что мой дядя он был бог не ходил даже в церковь или если ходил то как бы так на на праздники все остальное и жизнь которую он вел да вот такую но может уже последнее время уже покаялся и все остальное не дает мне спокойно о том что он рожденный свыше рожденный свыше человек я верю в то что придет время когда церковь займет свою правильную позицию относительно греха относительно человечество не будет отстаивать не формой служения оппозицию божью относительно жизни человека на земле да мы должны быть нисходительны но мы должны и также учить людей что пьянство пьянство это грех что пьяница царство божие не наследует и быть твердым своем положении так же самое и блуд не будет благословен и другие позиции если и церковь если возьмется за это положение я верю что мы выйдем на все другой образ но причина почему многие церкви идут на компромисс да это прихожане это приход это доход не имеется ввиду финансовый многие церкви очень очень бедные но я буду говорить так прямо что любой церкви когда мы теряем людей и они как бы были посвящены или кто еще они подавали десятины либо не десятина пожертвования все остальное чтобы церковь существовала для здания обеспечить всем необходим нужны финансы пасторская позиция или же служителя в церкви не является профессии это призвание но все за свое призвание которое мы мы имеем да мы платим цену цену может быть страдания цену правильных решений и наше желание чтобы люди чувствовали что это их место поэтому мы сразу хотим чтобы они чувствовали себя приятно делается красиво делается чтобы они им хотелось обратно прийти за это встречает серебро где его взять многие люди идут на компромисс но и постарают это компромисс я думаю что это это время ну в эту позиции придет конец скоро до некоторые берут как политическое влияние но и как и как протестантские таки и таки исторические церкви я считаю что это не это не позиция церковно не должна быть вообще политических интригах или в этом направлении это мое личное мнение и и по писанию мы видим но вы исходит из то опять же из той же позиции которая была при и шо религиозная жизнь непосредственно связано было с политической жизнью израиля поймете что я говорю нет царь в израиле ничего это не это была позиция просто решением все делал снедрион все законы все вопросы все действия были в руках перед священника понимаете да и это где думаю что вот эта позиция руководство наверно толкает многих пасторов служителей священников на позицию власти со стороны это нахо но мы живем немножко другое время других позициях других пола положениях и нам необходимо рассматривать наше призвание как в боге не политическим положением что можем сделать изменение наше из наше общество имеется ввиду поставить своего царя из провозить эту землю христианской и ведь каждая каждое течение смотрит на эту позицию по-своему файл да вот хорошо бы там иметь во власть этом адвентина седьмого дня тогда все будут никто не будет субботу работать мы сделаем так чтобы во все во всей украине суббота субботников не было никогда чтобы люди спали и шли субботу храма да я утрирую ну как бы знать да я согласен я согласен это это должны быть нормы да но но мы например наши нормы мессианской общины и ну ну будем православие наших возьмем наших на наших протестантских таких общин например пресвятерянской церкви да вот они немножко отличаются позиции или же ли мы дружим мы очень дружим мы делаем служение совместные так далее бы мы очень дружим но также баптийский баптийским течением а мы отличаемся многим положением например у баптистов мы бы они более консервативны в своих понятиях да вот положение и это отражается на их политическую желание вот помочь более консервативны у нас больше либеральное состояние я знаю да да я вас я вам больше скажу когда вы говорили о порнографии и там еще этих парадов всевозможных и все остальное может быть не знаете так то одесса и одесский пастора больше подняли бучу чем все остальные и от это четко театра было отражено в этом самом в парламенте да я говорю о том что все равно каждое течение затачивает свои идеи политических влияния ну на основе того как ты ну вырос в чем я не я имею ввиду я не против этого всего наоборот я по ним понимаю но вопрос какую какую сторону взять богу пятидесятницкую или баптистскую православную или мессианскую отлечиться седьмого дня или синогогральному да об этом я об этом я бы и я же я об этом то есть фактически ты не мы не каждый эту грань пытается отчертить, но есть правила морали, которые общие, общихристианские. Если мы к ним подойдем, а мы можем подойти только по одной причине, когда мы или церкви, отцы церквей или служителя, мы правильно подойдем к пониманию греху. Что такое грех? Мне, наверное, все равно, где люди будут собираться. Если у нас будет такое преследование, гонение, и католическая церковь откроет нам дверь и скажет, пожалуйста, приходите и служите, для меня вот эти кресты, иконы, которые висят, не будет помехой. Понимаете, о чем я говорю? Я со свободной душой приду, преклоню колени, послушаю молитву, прославлю Бога, и не будет проблем у меня с этим. Понимаете, о чем я говорю? Но это должно быть внутри понятие, что у нас есть нормы, нормы общения, что такое грех, что такое не грех, что такое литургия, которая существует, и нам не атаковать людей с литургическим подходом служения. Очень, да. Давайте возьмем перерыв и дальше подробно. Хочу зачитать, вот, у меня большой сборник есть учения Рэбе, последнего, любавического, Шнирсона. Не все, конечно, можно применять, потому что есть такие, ну, такие каббалистические там завороты есть, но что такое сексуальность и интимность? Если говорить об интимности, то надо признать, что мы живем в кризисное время. Все стремятся к интимности, ищут ее. Однако интимные отношения стали ареной серьезных конфликтов и беспорядков. Правда? Интересная мысль. Любой, наверное, христианин или пастор церкви, который такой, он бы то же самое бы написал. Я думаю, что и сегодня православная церковь тоже подходит к этому вопросу очень серьезно, потому что это проблема общества. Взгляды людей на интимную и сексуальную иносексуальность сильно изменились после так называемых сексуальной революции. Кто знает, когда это была сексуальная революция? 60-е годы. Это хиппи, да, хиппи. И это называем, наше поколение называется экс, то есть да, нет, нет. Те назывались baby boomers. это как бы baby boomers, если вы знаете, как такое выражение, нет? Это дети перемен, то есть произвести перемены. Были уклады какие-то, эти дети сделали перемены, то есть изменили вообще движение общества и так далее. Фактически в те же времена, вот в 60-е, 70-е годы развивается понятие свобода выбора и так далее, сексуальных отношений, мы имеем огромнейшие проблемы. И фактически наследство, которое мы получили по причине наркомании, мы имеем оттуда, и развитие музыки на разные темы, и оттуда получили мы кучу болезней, такие как СПИД. Ну, реально. Входя в СПИД, зарядился в Африке, да, где обезьян, как они перешли на человека, я не знаю. Даже как с козой, да? Это, это, секунду, да. Ясно, что настало время пересмотреть наши отношения к интимности и сексуальности. Что такое сексуальность и какая сила заключается в ее мистике? Какую более скрытую роль она играет в нашей жизни? Являются ли интимность и сексуальность одними и тем же? Существует мнение, что сексуальная революция освободила людей, но свободы, свободны ли мы? Или ваши желания порабощены еще больше? Ну, свобода, всякая свобода имеет свои границы и рамки. Сексуальность это внутреннее божественное состояние. Пишет Рэбе. Правильно, потому что мы говорили, он вложил в нас это все, да? встреча тела и души, которая питается истинным, истинной, настоящей интимностью. Сексуальность и интимность две разные вещи. Да, вот мы говорим. Дальше. Она может плодотворно развиваться лишь в контексте священного инструмента брака. Сексуальность реально может развиваться хорошо и нормально это в браке, в отношении мужа с женой. Ничего другого христианство не предлагает. То же самое, правда? Я хочу показать, что наше понятие отношения в семье не деляется сильно от иудейской, кроме форм, которые мы имеем. Имеет законов о чистоте во время менструации, чистоте вообще жизненных половых отношений и так далее. У каждого течения даже Хабада, любавящих потом арадоксальных евреев, там еще есть, они каждый накручивают свое, как он понимает более-менее. Но здесь общие параметры мы понимаем отношение к сексуальности. Ну, как бы так, моментом. Что еще можно сказать? Сексуальность одна из самых могучих сил жизни, способная поднять человека на высочайшие вершины самопожертвования и преданности или сбросить его в бездну эгоизма деморализации. Сексуальность никогда не бывает нейтральной. Либо она правильно тебя ведет, либо может не свергнуть тебя, фактически другими словами, по-нашему говорить в пучину ада. парадокс состоит в том, что концентрированное внимание на сексуальность приводит к ее гибели. Чрезмерная. А? Ну да, много его тоже плохо. Так, дальше, как еще есть. Порванная связь с собственной сокровенной природой, она теряет свой истинный смысл, свое достоинство, свое величие. Именно здесь сексуальность расходится с интимностью. Интимность не следует отождествлять сексуальностью. Это особое состояние, отличающееся от всех других состояний. И подходить к ней нужно с добротой и благоговением. Второй сексуальность называет знанием. Второй сексуальность называет знанием. Ибо она влечет за собой знание интимности. СМЕХ 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 Вот он делает одну, не притчу, а записывает одну ситуацию, в которой у него был разговор с одной женщиной. Молодая женщина пожаловалась Равину на то, что не может найти себе подходящего мужа. Рави посоветовал ей чаще беседовать с предполагаемым супругом, чтобы выяснить, действительно ли он подходит ей, избегая при этом какой бы то ни было интимности. «Но в современном обществе это просто невозможно», – возразила женщина. Рави вздохнул спокойно и заметил. «Интимность подобна огню». Подтворствуя ей, вы быстро убедитесь в том, что не гасите огонь, а льете на него бензин. Если же интимные отношения протекают в рамках священного брака, они становятся огнем, согреваемым двумя людьми, освященных в доме и семью, в освящении дома и семьи. Равины всегда говорят притчами, не просто так. Интересные вещи, да? Почему сексуальность так сильна? Когда Бог создал мужчину и женщину, они были одним человеком, образе одного Бога. Видите, мы говорили, поэтому нас влечет друг к другу. Когда мы разделились, когда мы из Адама превратились в Адама и Ему, тогда нас стало тянуть. И говорит Адам, вот плоть от плоти моей и кость от костимы. Называется женою. Притянуть, потому что это мое. Сексуальность является средством этого союза. Тем самым соединение с Богом. Сексуальность наша, да? И желание соединиться с партнером другим по жизни, не по принципу интимности, по принципу жизни. Это как отображение желания нашего прилеплиться к Богу. Понимаете, да? И это должно быть так реально, мы должны думать об этом. Так. Хорошее выражение. Интимность – это прославление, воспевание ранимости человека, затрагивающее его самую добрую, сокровенную, хрупкую часть. Не, Рэбе, молодец. Вот почему мы должны культивировать здоровую среду для нашей интимности, среду, которая позволяет нам обнаруживать и оценивать в интимности ранимость, пребывающую под надежной защитой. Большинство из нас желает изведать интимность, но боится испытать ранимость, потерять контроль над собой, потерять контроль над собой, что всегда усложняет истинную интимность. Ибо быть довольным нашей ранимостью есть абсолютная, полная интимность. Во, закрутил. Ну, вот здесь как бы идет рассуждение, и он говорит, возникает вопрос, можем ли мы в какой-то мере давать волю своим чувствам? Вероятно, просто не можем. Правильно, мы не можем пуститься по своим чувствам, потому что тогда будет эгоизм. Нужно иметь хрупкость, или же то состояние, может, ранимости и все остальное. Чувствовать это все нужно. У нас просто отсутствует способность искренне верить друг к другу. Но мы же не животные, мы божественные, то есть Богом созданные люди. Наши души наполнены Духом Бога, который наделил нас способностью любить так, как Он любит нас. Агапы? Они говорят об Агапе? Он говорит об Агапе? Да. Ничего не отличается от того, что мы говорим, да, в основном. Однако физическая страсть интимности может сбить нас с толку и повести по ложному пути. В случае, когда лишь удовлетворяются эгоистические потребности, мужчина и женщина вскоре расходятся в разные стороны. Или же мы проникаемся тем же, тоже проникаемся тем, что интимность и сексуальность поистине полны смысла, являющие средством, которое соединяет нас с Богом. Самым прочным, невозвышенным способом. Ну, таким мы понимаем. Интересно, что это все соединяет нас с Богом? То есть, наши семейные отношения, они связывают нас с Богом. Помните, что написано в Брихаташа? Мы читали, что это даю, говорю вам тайну отношения Мешуеха своей общиной, как отношения между мужем и женой. Тайна. А, если еще много, много еще можно говорить. Что еще читаю, даже не знаю. Ну, очень много можно еще говорить об этом. Но у нас как бы хотим, чтобы сегодня пораньше у вас начался шаббат. И мы говорим о том, что в обществе нам необходимо иметь правильные отношения. Правильные отношения. Интимности, сексуальности, понимая о сексе, не из книжек и сборников, литературы, которая мирская, которая извращенная, которая не ходит путями Божьими. Нам нужно находить отношения и правильные чувствования через Писание. То есть в Боге. Когда наша сексуальность и наша интимность, она сосредоточена на Писании, как Бог смотрит на эти вещи, мы способны романтически жить жизнью верующих людей, удовлетворяя нужды друг друга. В потребностях не только секса, в потребностях любви, любви, потребностях заботы, потребностях ухаживания и воспевания. То есть как бы мы способны это делать. В понимании друг друга, чаще всего, почему он поступил так или она поступила так, что произошло. Ранимости, например, мы должны чувствовать, что мы в наших словах раним своего супруга или супругу. Бывают очень простые вещи. Например, в интимности и сексуальности очень важны слова. Как вы думаете, правильно или нет? Нужны слова? Потому что мы чаще всего, особенно женщины, любят ушами, говорят, что они слышат, что они принимают. Но в действительности такое понятие, как клевета или же праздные замечания, это проблема у людей. Отрицание истины. Лошон хора. То есть нельзя перевести это с лошон хора как-то так на русский язык или на правильно, на верительность злой язык. Злой язык. В чем злой язык может быть? Мы понимаем, это по-русски называется клевета, наговор, и так далее. Но есть также местописание плохо, когда говорят о вас, что? Доброе. Да? Плохо, когда говорят о вас только доброе. Ну, почему? Что имеется в виду? Вот это выражение лошон хора имеет не только в себе негативное, что выражаешь от человека, там какую-то сплетню или же это... Так же, когда ты говоришь хорошее. Что я имею в виду? Когда, как говорят, бедный человек, который не мог накормить дать себе на проживание, то есть не мог купить себе хлеба и всего-всего-всего, вдруг во время служения дает СДК 100 долларов. Мы говорим так. Тысячу гривен. Он бедно живет, ужасно бедно живет, там ничего как бы... И все говорят, вау, вот это жертва. Правда, да? И ты понимаешь, что этот человек жертвует. С другой стороны, человек, который зажиточный, у него есть пароходы, заводы, самолеты и дает 20 тысяч гривен. Говорит, вот скупой. Это лошон хора. Понимаете, да? Когда по какой-то причине, когда бедный дает сумму, она небольшая, но дает он из-за того, что у него ничего нет. Мы восхищаемся этим. Но богатый, который дает больше, чем бедный, мы понимаем, что он может дать больше, мы говорим, вот скупой. Хорошо? Мы это понимаем четко. А если, например, такая ситуация? Можно ли в доброте нанести урон человеку? Хваля человека, нанести ему урон? Каким образом? Не, ни человека, ни человека. это лесть называется лошоншхара. Поэтому в русском языке у нас есть такие слова, наговор, сплетня, лесть, еще такие слова. Мы разделяем. В еврейском лошоншхара, то есть злой язык. Злой язык. Однажды во время путешествия в Сан-Франциско, я не помню, какой из президентов, сейчас даже не, если это здесь есть, есть, надеюсь, оно есть. Геральд Форд, если вы знаете, такой был президент, Геральд Форд путешествовал, и возле него был человек, который спас ему жизнь. Было покушение на Форда, и он спас ему жизнь. Когда начали расспрашивать этого человека о его жизни, о все, он попросил, чтобы о нем ничего не писали. Абсолютно. И фактически корреспонденты, как сказать, это не корреспонденты, нет-нет-нет, журналисты. Журналисты стали домогаться того, чтобы узнать о нем больше. Фактически, когда узналось, что он имел гомосексуальные склонности, об этом узнала вся страна. После этого один из корреспондентов, журналистов, поехал к родителям и начал спрашивать, что происходило в жизни этого героя Америки, который спас жизнь президента. И были ли какие-то склонности? мама, будучи верующим человеком, сильно была шокирована тем, что узнала, что у ее сына были какие-то гомосексуальные склонности, ну, в юности. И перестала с ним общаться, вообще общаться. Сын писал, сын говорил, сын пытался сказать, мама умерла, папа прервал все отношения со своим сыном. Вскоре этот герой Америки стал сильно пить, и в конце концов его нашли умершего передоза. Вопрос сегодня, что сделала эта корреспондент или добрая весть? Герой, который спас жизнь Америки, американцев и американского президента, стал жертвой так называемого террора корреспонденции или же будет медиа. И когда этому репортеру из Лос-Анджелеса узнал о смерти этого человека, он сделал небольшую заметку в газете, и он сказал, если бы я знал, что наш эгоизм, который мы применили к человеку, приведет его к фатальному жизненному исходу, я бы никогда о нем ничего не писал. И фактически существует в американской такой прессе, что если нет новостей, распространяй слухи, случай из американского журналистики. Если нет новостей, сделай случай. Почему? Людям не перестало быть интересно, что герой спас этого президента. Им нужно было больше. Чем же живет герой? И вот здесь это тоже является добрая вещь, хорошее начало, считается клашон хора. Клашон хора. Злой язык. В интимности и в сексуальности тоже нам нужен правильный подход. Потому что когда мы общаемся с нашими девушками, которыми мы хотим жениться, либо с парнями, мужьями, женами, особенно лошон хора, то есть злой язык, он может нам повредить в наших отношениях. Может быть нам быть в неправильном направлении. И из-за этого фактически Бог очень сильно карал Израиль. Очень сильно карал. Когда на клеветников водили, помните, их должны были побить камнями, если была клевета, побивали камнями. Это серьезное было наказание. Почему? Потому что существует золотое правило иудаизма. То же самое правило, что говорил брехотажа Новый Завет. Если ты хочешь, с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Это тоже из общепринятых норм иудаизма. Почему я говорю? В нашей сексуальности, в наших отношениях, в нашем желании вести праведную жизнь и благословенную жизнь в семье, лошон хора злой язык очень много может повредить. Очень много повредить. Такие примеры, как у тебя в жизни что-то не получается по бизнесу. Вместо того, чтобы сказать и обнять мужа, сказать, у нас все получится, я с тобой, я благословляю тебя все. Жены часто всего будут говорить, слушай, я же тебя предупреждала. Желание сказать, слушай, я предчувствовала это. Я тебе говорил и так далее. Я предчувствовала это. И это лошон хора. Понимаете, о чем говорю? Потому что мы из добрых побуждений сказать тебе, что прислушивайся к моему совету, моей мысли, потому что Бог со мной тоже показывает. Нет, ты не слушаешься, поэтому ты получаешь то, что ты получаешь. Я скажу честно, как вы думаете, на такой позиции Бог на чьей стороне будет? На стороне обиженного? Мы не понимаем этого, мы хоть думаем, что мы доброе дело хотим сделать. Лошон хора злой язык. Например, как много можно говорить примеров, сказать правду можно, да, сказать правду, которая станет последствием наказания либо унижения человека. Это тоже Лошон хора. Я же говорю правду, я же чистую правду тебе говорю, это унижение человека. На еврите это называется лошон хора, то есть злой язык. Что подразумевается злой язык? Это фактически, как Писание говорит, язык между нашими членами находится так, что он распаляет круг жизни, да, и язык никто укротить не может. Может кто-то укротить язык? Нужен совершенный человек. Давайте дадим это местописание. Кто помнит? Яков? 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 Итак, Яков. Ну да. там. Да, 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 это как бы тоже вообще злой язык. Так, братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению. Да, вот написано такое. И во все мы много согрешаем. Много. Я думал один раз много. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. К чему, как вы думаете, Яков клонит? лошон хора. Да, то есть, как бы, не все делайтесь учителями. Не имеется в виду, что в церкви станьте учителями. Не все становитесь наставниками либо людьми, которые говорят, как поступать и что делать и как это правильно делать. Когда чаще всего мы общаемся, мы начинаем друг друга учить, что нужно делать. Ты послушай меня, ты не понимаешь меня, просто тупое создание, как тебе дойдет еще это все. лошон хора. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Так язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь, прекрасно неправдый. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертельного яда. Им благословляет Бога и Отца и проклинает человека, сотворенного по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение, проклятие, не должно братья мои всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая горькая вода? Не может братья мои смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоква. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудрый ли кто? Разумеет ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудростью с кротостью, с мудрой и там потом начинает он говорить откуда причина лошон хора? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть сварливость то не хвалитесь и не гите на истину. И он говорит это лошон хора. То есть начало твоего языка которого спаляем от гиены исходит от твоего бытия добра и зла которые находятся в тебе от твоей плоти которая восстает против тебя и ты должен делать выбор если ты мудр подумай так что так не должно быть обуздай его и лошон хора то есть злой язык он пробивается наружу то есть он желает обсуждать и говорить об этом потому что чаще всего мы говорим вот мы были у рабы дома вы знаете он так классно нас встретил мы там пообщались мы поговорили он нас выяснили а тот какой у них там был вы знаете там у него там мы приехали нас там встретили и так далее и человек начинает говорить как ему было хорошо у рабы дома другой человек думает ничего себе я как бы друг рабы тоже почему меня не пригласил что за уединение не понял так и хлеб и курочка и торт и все остальное как это так может быть ведь мы же там дояди десятины столько вопросов а он тратит деньги на все остальные приглашения что это такое для одного человека он был доволен тем что его пригласили пообщались он даже не думал о том что происходит но рассказав это другим людям он стал лошон хора он стал не тот кто подумал а тот кто сказал как все было хорошо злого ничего не говорил он сказал как все было хорошо и это называется лошон хора злой язык потому что в человеке он зависть но можно было по другому сказать сказать мы были богословены мы пообщались с Рэбом у нас было такое время благодатное и не ставить акцент сколько было пирожков сколько у нас там было тортов где мы там жили как нас встречали и что делали ну потому что ты хочешь похвалиться начало того что ты хочешь похвалиться и вот понимаете это этика этика которую мы должны углубляться мы не но как христиане мы же свободны мы же по благодати что хочу то говорю что это неправда что разве это неправда один молодой юноша приходит к Рэбе и говорит Рэбе я прости меня я столько клеветин рассказал людям о тебе я просто был злой на тебя так сильно злой что я рассказал всякую гадость прости он говорит ну сын мой знаешь что нужно сделать очень просто возьми эту подушку и пойди по улицам города раскидай все эти перья тот думает что это как бы митцва что это как бы дела то есть прощение все прощено только пойди и раскинь он приходит обратно говорит все раскинул все пойди потом собери он говорит Рэбе это невозможно так и лошон хара так и злой язык ты унизил достоинство человека или же распустил о нем слухи и восстановить доброе имя не всегда возможно да и что читайте увлекается оболь увлекается и обольщается да смотрите опять же мы подходим к тому что похоть зарождает грех мы поговорили то есть тоже мы говорим в многословии не именовать греха да или пустословия в многословии вот мы сегодня с вами говорим много говорим это хорошо или плохо в чем может быть грех непонятно о чем мы говорим как мы говорим о ком мы говорим и в каком состоянии чаще всего если вам дать задачу например 20 минут у вас будет точно 20 минут и сказать вам ну будем говорить так имя какой-то девушки которого все знаете и скажите поговорите о ней 20 минут вы ее закопаете на самом деле вы ее долго говорить о хорошем мы не любим но мы находим себе причину то есть Клара у нас хорошая девочка классная девочка но вы знаете у нее есть привычка и пошла тема забывай что Клара была в начале разговора была хорошая лошон хора лошон хора это злой язык и об этом говорит 10 заповедей которые что не не делай наговор на ближнем твоего лошон хора не делать вы понимаете мы приступаем к заповедь которая самая есть 10 слов ладно мы забудем от 613 митцвод то есть от других заповедей 10 дай нам исполнить эти 10 сегодня полнотою и больше того ладно 10 мы давай 2 исполним возлюби Господа Бога и ближнего как самого себя вот начинаем когда как ближнего своего себя мы начинаем почему-то думать о нем как о всех остальных о себе навряд ли вот мы не учимся любить себя то есть мы же не хотим чтобы на нас плохо говорили но не хотим же правда мы даже возмущаем почему что вы на меня об меня обсуждали кто вам дал это право мы возмущаемся да оно когда приходит момент поговорить да 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 как говорит Фима закрой рот с той стороны дай доктору сделать о себе мнение да вот как бы так когда доктор пришел слушать Давида Марковича его сердце хотел сказать его здоровье дай доктору сделать о себе мнение то есть не моем здоровье о себе очень интересный момент понимаете о чем он говорит чисто еврейская тема именно вопрос лоша хара хара дай ему высказать о себе мнение насколько он умный все я думаю что эта тема можно рассуждать и говорить и о детях и о взрослых и все но мы основа именно этики подхода нашего к работе к людям и все основывается на самом деле на заповеди любозлюбие Господа и ближнему к самому себя вот этот важный 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 момент если вы научились хотите иметь жизнь вечную хотите познать Ишуа Мессии хотите видеть его как Машиха исследуйте Писание они все 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 проводят обо мне о Ишуа имеется ввиду не обо мне говорят обо мне там ничего не сказано мне сказано только мы видим отражение мы отражение видим но на самом деле как бы что там сказано о нас мало что но я говорю о том что необходима такая вот работа я вам рекомендую вот эту книгу если вы сможете это достать это слова которые ранят слова которые исцеляют это Рави Иосиф Телушкин его можно в интернете полностью найти Иосиф Телушкин как Телушкин можно сказать но Телушкин лучше слова которые ранят слова которые исцеляют фактически там идет основы такие базовые основы иудаизма которые говорят отношение человека к человеку там смешные истории там важные интересные моменты ну вот например не клеветить не клеветничести и правды свидетельства о других людях то есть не говорите неправды негативные хотя и правильные и истинные не нужно тоже говорить негативные даже если правильные вещи тоже это будет лошон хора сведения которые принижают мнение людей о человеке о котором идет речь сюда же относится и болтливость речулит рассказать например о человеке какие замечания в его адрес тоже туда входят ложи сплетни ложи сплетни называются наиболее мацы шемра то есть негативные и ложные заявления мацы 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 шемра 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 негативные ложные заявления света хороший человек но есть то что мне не нравится в ней тоже это негативное такое у него есть такое целое целое отдел такой непоправимый вред сплетен высказывание рави израэль салантер говорит если вы скажете о равине что у него дурной голос певчим что он не учен то есть не умный то вы сплетник если вы скажете о равине что у него дурной голос а в певчим ну или то кто поет тору что он не уч то вы сплетник но если вы скажете о равине что он не уч и что у певчего нет голоса то вы убийца о боже мой как там много еще учиться нужно да палестинский палестинский талмуд говорит о сплетниках такое выражение там цитата такая сплетник находится в Сирии а убивает в Риме сплетник находится в Сирии а убивает в Риме я могу отказаться от того что не говорил но я не могу отказаться от того что я уже сказал очень интересно да я могу отказаться от того что еще не сказал у меня есть мысль я могу отказаться от того что еще не сказал то что не говорил например вы не говорили от этого то что люди говорят подожди честно я не говорил это прости я не говорил это да но я не могу отказаться от того что я уже сказал Имеется в виду, даже если ты скрыл его, это уже сказано, и оно следует за тобой. За каждое праздное слово человек даст отчет. Когда говорят за каждое праздное слово, чаще всего христиане думают, за каждый мат, который ты сказал, и ругательство, тогда ты даже дашь отчет. Ну да, каждый раз говорят по правоведнике, перестаньте материться, перестаньте ругаться, за это будет возмездие, и делайте цитату. И вложилось в наш разум, если будем материться, ругаться и так далее, то за это мы дадим отчет за каждое праздное слово. Но здесь имеется в виду, за злой язык мы дадим отчет пред Богом. Почему нам не меняться? Почему нам не меняться? Человеку невозможно, но с Богом, русский язык говорит, кто же это спасется? Человеку невозможно, но Богу все возможно. Но не там не имеется в виду, что Богу все возможно, а с Богом, с Ним возможно. То есть только с Ним возможно. Вилонский Талмуд, Ктубот, 56-е, есть выражение. Почему пальцы человека напоминают затычки? Почему пальцы человека напоминают затычки? Имеется в виду, да. Чтобы когда он слышит что-то неподобное, можно было заткнуть себе уши. Есть хорошие моменты, когда нужно учиться. Много что. Много что. Спасибо. Вот я зачитаю. Если ходят слухи, что вы как-то нелестно высказались по поводу кого-то, чего на самом деле не было, то следует донести это до сведения как самого человека, о котором идет речь, так и до окружающих. Если это не сделано, то оклеветный человек будет вполне обособленно уязвлен и зол на вас. Необходимо донести. То есть, другими словами, исполнение того, что говорится в Новом Завете. Если ты принес дар свой Богу и знаешь, что брат твой имеет против тебя что-то, пойди и разреши с ним, примирись с ним, и тогда приноси, что уезжает к Богу. О чем это, как бы… Решить. Мы ленивые, просто мы не хотим, мы не хотим конфликтов, мы не хотим ничего, мы не хотим, чтобы это сказал «ты козел» и все остальное. Но вопрос не в этом, мы не хотим унижения, если мы что-то сказали на самом деле, а если мы не говорили, пойти и сказать просто «слушай, прости, я на самом деле не хочу, чтобы между нами что-то было, я не говорил это». И быть искренне в этом. Если ты сказал, если ты сказал, пойти и сказал «слушай, я сказал это, я был неправ, если я паду тысячу раз, извинись, прости меня». Но мы боимся быть отвергнутым. И мы не хотим быть отвергнутыми людьми. Никто не хочет. Но страх загоняет нас в тупик. То есть в ту ветхую, падшую плоть. Мы падаем в эти чувствования и мы загоняем себя в угол, где мы не чувствуем уже Бога, не чувствуем праведливости, не чувствуем отношения. И мы говорим, мы сухие, мы не имеем отношения с Богом, у нас нет откровения. Почему? Потому что мы не развязываем наши отношения между людьми здесь на земле. И опять же мы возвращаемся к тому, что чаще всего люди в харизматических церквях любят говорить, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что вы развяжете здесь на земле, то будет развязано на небесах. И посему будем связывать бесов, которых не нужно связывать на небесах. Подождите. Написано, что в откровении говорится, что он придет и свяжет, скует его в конце времен и будет скован, сатан. Он будет скован. Какая же разница, что мы связываем его на земле, как это будет связано на небесах, это все дело. Но очень важно, что отношения между человеком и Богом, они очень напрямую связаны. Очень напрямую связаны. Как мы можем говорить, что мы любим Бога, но ненавидим брата своего? Невозможно. То есть, он говорит, что ты свяжешь здесь на земле, уже будет связано на небесах. Имеется в виду, не просто ты законно делаешь. Хотя церковь и отцы церкви базируют это местописание, на ком оставите грех, на том и останется. Вот, то есть говоришь, оставляет твой грех на тебе. Останется. Немножко не та позиция. Каким следом ты говоришь, ему оставляется твой грех? Лашонхара. Тебе. Проклятие тебе. Кто виноват? Он или ты уже будешь виноват? Вы уже обои связаны. Многие берут на себя очень много ответственности. В этом Павел говорит, не делайте с учителями. У вас язык, как гиена, который привязан к гиене, может наговорить настолько, что беда будет. Невозможно. То есть, богословляйте своих врагов. И если он согрешил, ты говоришь, сей грех, пока ты его не исповедуешь, он будет тебя удерживать. Я связал? Связал. Вы не заметили даже? Но я не говорю, я оставляю этот грех на тебе. Я говорю, в твоих руках решение вопроса. Твой грех в твоих руках. Ты знаешь Господа Ишуа, ты знаешь, что ты не можешь делать правильно. Если не покаешься, этот грех будет тебя удерживать и будет тебя мучить. Поэтому что делаешь? Ты сделаешь. Я не могу с тебя снять этот грех. Ты сам реши его. И ты объясняешь ему, что данный грех, это грех. Если он говорит, рэбе, помолись со мной, чтобы это было. Я исповедую свой грех. Простите меня, мама, папа, я сделаю этот грех. Я прошу, помолись со мной. Мы начинаем молиться, этот грех, он ломается. Может ли он сделать этот грех еще раз? Конечно, может. Но данная ситуация его развязывает на решение следующее действие. Когда будет искушение пойти правильным путем. Увидеть и пойти правильным путем. Пойдем, как мы говорили. Зачем человеку два глаза? Мальчик спрашивает. Раба говорит, один смотреть на себя, а другой относится к другим людям. Понятно, да? И есть вопрос. У нас еще немножко времени. Может, еще минут 15-20. Мы пообщаемся и распущу вас сегодня. Ну, каждый судит по мере своей распущенности. Ну, да. Спасибо. 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 Ну, да. Еще люди любят разговаривать. Почему говорят часто молчание золота? Многословие не именовать греха. Это болтливости. Это тоже разновидность лошон хора. Например, молодая пара хотят жениться. Вы знаете таких молодых, прекрасных ребят. И, например, говорит, слушай, в разговоре с другой женщиной. Женщина любит говорить об этих вещах. Говорит, да, слушай, наша Лиза классная девочка. Но с ее запросами, которые у нее есть, и стилем жизни, Давид, ну, не совсем будет той парой, которая должна быть. Что это такое? Мы не замечаем. Либо мы говорим, слушай, они прекрасная пара. Вообще идеально подходят друг к другу. Но я думаю, что у них будут начальные проблемы по причине того, что в жизни Лизы была трагедия, и Давид не сможет заменить ее отца. Что это? То же самое. То есть болтливость, наша болтливость, в болтливости не именовать греха, сказать что-то лишнее, что повредит. И мы будем виновны, чтобы вы понимали, мы становимся виновными против закона Божьего. А? Это не повлияет. Дело в том, что ты не говоришь, это относительно вот им в глаза. Ты можешь сказать там, Лиза, я понимаю, что у тебя в жизни была трагедия. Но я думаю, что Давид будет хорошая пара для тебя, сможет помочь тебе выйти из этого состояния. Он на самом деле прекрасный человек, поможет тебе даже заменить твоего отца и так далее. То есть ты даешь надежду. Но если ты между нами, то ты там сидишь, Лиза, а я говорю с Олей, говорю, ты знаешь, что у Лизы трагедия, и Давид не сможет. Он на самом деле, то посмотри, на что происходит. Это лошон хора. Это болтливость. Поймите, что это важность. И что произойдет? Практически вы услышите, дойдет до вас отслух, вы придете ко мне, начнете на меня наезжать, и у нас отношения могут прерваться так, только так. Виновность будет. Виновность. Вот смотрите, Марк Твен писал, чтобы поразить вас в сердце, достаточно вашему другу и другу потрудиться вместе. Один на вас поклевещет, а другой до вас это донесет. Чтобы уничтожить дружбу, нужно, чтобы два твоих друга встретились. Один скажет о тебе клевету, а другой до тебя донесет ее. Это лошон хора. Злой язык. Как нам, христианам, нужно еще долго-долго к этому идти, да? Один из философов, Паскаль такой. Кто знает, такой Паскаль философ, французский Паскаль? Он говорил такие слова, что, я просто зачитываю это. Боюсь, бью заклад. Если бы люди знали, что они говорят другие, то в мире не осталось бы и четырех друзей. А вот такое же надеяние, что такая ситуация в Москве, да? Там пришел мужчина, молодой мужчина, и стал спрашивать, ну, там, в принципе, ну, короче говоря, спрашивал препарата, которые угрызают на команду. И в этот момент находилась девочка, которая у меня обучает. Они с одной дерьми. Когда я увидела, увидела твои вопросы, а она говорит, что ты делаешь? Это как ты знаешь его семьи? Как ты знаешь ее жены? Как мне в этой ситуации договориться с женой? Или в этой тематике, когда ты дома общаешься? Еще раз, давайте мы пойдем. Ты знаешь, что он что? Что он, что он, что он, что он, что он, что он, что он. Я думаю, что первое, что ты можешь поговорить об этом, сказать ему, в первую очередь ему, что это делать нельзя. Что ты не поддерживаешь его привычки, которые вредят ему здоровью. И узнать у него, знает ли об этом его жена об этих вещах. И если он скажет, что нет, то ты поймешь, что рано или поздно это выльется. И я не хотел бы иметь скандала, если ты будешь продолжать это делать здесь. Я могу тебя покрыть, твои привычки, но выльется это все равно. Другими словами, я хочу тебя предупредить о том, что если еще раз это повторится, мне придется сказать твоей жене о том, что ты делаешь. Конечно, конечно. Пускай не, ну я понимаю. Пускай не, ну я понимаю. Я понимаю, что ты сердце, если жене скажут, что я... Если потом жили, что-то не жил, а я... Я понимаю, что-то... Еще раз, я прослушал. Смотри, если я знаю, но я об этом не говорю, да, ты можешь его скрыть, этот факт. Не всегда нужно говорить людям об измене их супруга или супруга, потому что мы не знаем, какая будет реакция. Не всегда исповедь мужа о своей прошлой жизни, либо о ситуации, которая у него произошла, жене не всегда будет идти на пользу. Понятно, да? Это одна часть. Потому что я видел, что от того, что... Вот смотрите. Ну, произошло какое-то такое. Где-то муж уехал, он был верующим, уехал на заработки, еще разная бывает ситуация, да? И потом он приехал, покаялся, начал вести нормальную жизнь. Бог напомнил его в один момент, и он почувствовал, что ему нужно высвободить свою... Ну, покаяться перед женой за содеянное. И он идет и начинает говорить в своей чистоте о том, что Бог ее освободил от этого, что он простил. И он в радости, что его жена поймет, что содеянный грех Бог простил, как бы все нормально, и я остался тут, и я люблю тебя. Она от ненависти, которая произошла, берет его и бросает. Что это такое? Я тебе не верю, я ненавижу тебя и все остальное. Доброе он сделал или нет? Понимаете, да? Не всегда это нормально. Поэтому он должен, не, послушайте, он должен исповедоваться перед священником, служителем. Поэтому есть так, как назову, понятие, как тайная исповедь. Да, но вообще исповедь вообще не такой понятия, как тайной исповеди вообще нет. Исповедуйте друг при другом. Если исповедовать друг при другом, оно остается в исповеди, то есть оно прощается. Зачем об этом говорить и дальше делать? Но иногда это помогает, чтобы человек освободился. На один из ретритов, которые проводила одна из церквей в Киеве, там пошло такое движение покаяния пасторов вообще греха, в которых они участвовали. Ну, как бы так все. Ужас такой, порнография, воровство, измены всевозможными, зонами и так далее. Ну, там движок пошел такой. И вот одна пара, которой мы знакомы, мы ходили в эту церковь, и муж говорит, вдруг выходит моя жена и начинает говорить о вещах, которые происходили у нее до брака, до брака, ситуации, которые происходили. И говорит, я понимаю, что она оголяет меня, и я, если бы ты знал, какое было у меня возмущение, о том, что происходило. И да, мы же встречались, она же могла мне сказать обо всем это раньше, почему это было вслух. И говорит, у меня такое было желание развестись, это было все. Я не мог услышать то, что она говорила. И я говорю, зачем, дорогая, зачем ты это сказал, это все? Он говорит, да я посчитал, что должна была освободиться, и все. И положила все на меня, на мои плечи грузить, я с этим не могу справиться. Мы пытались и помогали выходить из положения несколько лет после этого. Необдуманный, вот вы решили, это злой язык. То есть, вот и доброе дело делаешь, да, это получается, лошон-хара. Другой человек стал в этой проблеме. Ты освободился, кажется, все, но ты связал другого человека. Ты виноват? 100% виноват. Пред Богом и так далее. Ты не... Вот отношения. Моисей, Моисей не получил, ну, как бы сказать, воздаяние или благословение в земле, обетованного, причине, что у него состояние сердца. Там даже лошон-хара означает фуканье, возмущение внутри. Это тоже, это грех. Это грех. На иврите означает, как бы, разновидность лошон-хара, злой язык. Там, может быть, названия другие, но одно связано. Тонкость, конечно, поэтому нам не нужно избирать, исследовать Писание. Нам необходимо. Мы хотим иметь жизнь вечную. Еще говорит, ты хочешь иметь жизнь вечную, исследуй Писание, исследуй, не читай, не просто покрытие, исследуй Писание, не лови себя на всякой, как бы, на всякой глупости, вот, то, что сказал, исследуй. И лошон-хара является одним из самых тяжелых таких последствий. Это то, что, чему и даизм по себе призывает. День Ямки-Пура, это люди, наоборот, каются вот именно в злых языках и так ходят, просят прощения и так далее, потому что фактически этот язык, который злой, он может убить человека, реально, убить человека и не дать тебе подняться вообще. И, например, месть, если пойти и сказать другую, на работу другим людям, у тебя ушел человек с работы, да, на дело в дело, и ты идешь к другому работодателю и говоришь ему, насколько он тебе плохо сделал. Что это такое? Ла Шон Фара. Из добрых, из добрых побуждений, из добрых побуждений, тебе, ты хочешь сказать, предупредить другого человека, будь аккуратен, кто тебя еще ограбит, ну да, но это Ла Шон Фара, все равно это Ла Шон Фара, это все равно злой язык, потому что ты идешь к причине любви к этому человеку, что он изменился, по причине, чтобы тот человек, хозяин, не попал, как ты попал, ты, потому что у тебя болит сердце, о том, что тот другой человек, который работал у тебя, тебя кинул. Ты не говоришь неправду. Тебя спрашивают. Тебя спрашивают. Тебя работало. Чаще всего ты можешь сказать такие слова любого человека, то есть ты можешь взять, испытывать, говорить, что, библейские слова, всякое дерево познается по плодам. Испытатель человека, насколько он будет верный. Мой опыт с этим человеком был, может быть, своеобразный, поэтому я отпустил с миром и своим сердцем нормально. Просто мой совет, испытатель всякое дерево, чтобы он принес добрый и полезный плод вашим бизнесе. Если вы чувствуете свое призвание к служению еврейскому народу и желаете окунуться в источники Писания, быт, культуру и традиции Израиля, у вас есть такая возможность. Мы приглашаем вас пройти двухгодичное стационарное обучение с практическим служением в мессианской общине у нас, в Одессе. Субтитры создавал DimaTorzok